всем привет добрый вечер дорогие друзья добрый вечер это закрытие добрый вечер это открытие сессии 4 4 сессии у нас сегодня экватор ура 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 у вас экватор это значит что вы перемахнули половину вашего курса и теперь вы просто очень крутые потому что я вас с этим реально поздравляю а если я вас этим поздравляю это значит что у вас вообще все просто должно случиться просто замечательно значит давайте поговорим о домашних заданиях которые вы выполняли вчера поют для меня это очень важно что вы выполняли домашние задания нас стало меньше давайте посмотрим сколько сейчас у нас в нашей группе людей нас стало чуть меньше вопрос наши кураторы удалили из нашей группы людей которые пришли в нашу группу знаете на хайпе а я тоже хочу в персональную стратегию о мне это надо а к сожалению жизнь показывает что это только вот первый такой посыл вот я хочу у всех есть и мне это тоже надо не у всех есть и не всем это надо поэтому сейчас посмотрим что у нас осталось я в презентации поставил цифру 40 я ориентируюсь примерно на эту цифру посмотрим что тут получится а кстати открыл facebook и вижу марина кадурина написала пост роман дусенко спасибо за эти открытия за последние десять лет столько не думал о своей жизни сколько в эти три дня браво марина если вы здесь вот дайте себе знать напишите что вы здесь я просто не знаю ники в инстаграме и в в фейсбуке отличается если марина вы здесь то давайте я бы очень хотел услышать кстати друзья кто из вас сейчас готов поделиться своими инсайтами во марина привет отлично давайте ка я вас и расскажите пару слов о том что вы думаете мне кажется это будет очень классно для всех марина привет чуть-чуть здрасте рад вас видеть спасибо большое что написали поделитесь своими инсайтами что это для вас эти три дня вы знаете первый день у меня почему-то появилась злость я наверное уже рассказывала сначала я не могла войти в фейсбук потом просто первый раз такой формат обучения хотя диджитал как бы инструментом у меня все хорошо но фейсбук так как я очень занята у меня не хватало времени там максимум 20 минут почитать посты интересных людей и все то есть вот такой конференции да я первый раз и тем более онлайн тренинга через фейсбук через инстаграм я инстаграм вообще считала что это только 18 летняя дочка может там постить свои виды да я тут я здесь ее подружки вообще не думал что серьезный инструмент да да что серьезные люди заходят в инстаграм и делают прямые эфиры то есть для меня много открытий но в первый день поэтому я на себя разозлилась думаю как это так я и вот не владею такими инструментами потом ночью как бы вы сказали ну как бы начал начался какой-то процесс потому что это первая была моя бессонница у меня очень жесткий всегда режим и как бы ложусь я спать в 10 там по младенству от инсайтов чтобы что-то вы знаете от инсайтов да от инсайтов я потом поняла что я не просто как бы не могу владеть этой новой как бы новыми инструментами мало того я вообще не думаю про свою жизнь я живу как робот и меня это разозлило еще больше я всю ночь думала да как же так да что же это значит люди думают а я нет неужели мне вот все важно работа карьера дети учеба 1 класс 11 класс егэ кроме себя и я дико разозлилась просто дико на следующий день я была невыспанная меня из офиса отправили потому что хум офис следующий шок как-то вот пошло вы знаете как по нарастающие след ну то есть эти три дня какой-то сплошной челлендж жизни тот который обычно не встречается коронавирус я не знаю да и это все совпало с этим тренингом личностного роста конечно для меня это вот тройной какой-то эффект тройной шок и от этого да да и тройной толп не говорите и поэтому еще эти задания которые заставляют думать мыслить думать переваривать историю не знаю кто я какие у меня ценности боже какие у меня ценности первый раз жизни задумалась но вроде работа вроде семья вроде как у всех а потом стало так обидно да что же я вот прямо у себя все как у всех все среднячок на самом деле я понимаю что наверное уже я могу да могу в этом как бы возрасте сказать что наверное что то есть особенно не как у всех стала искать что-то особенное причем спасибо вам огромное за эти инсайты открытия и не знаю что будет дальше но по крайней мере я очень хочу понять больше про себя и понимаю что теперь могу это себе позволить и возможно что у меня это получится да вам написали комментарии жизнь уже никогда не будет прежней до марина да да часть сюда причем это прекрасно это очень прекрасно гора вот и вы же получаете мои сообщения утром в чате что ребята поделитесь со мной поделитесь когда мы рефлексируем и выдаем это позволяет нам еще глубже под и продвинуться у нас сейчас первый курс идет вообще их три уровня вот закончится первый уровень и вот это интенсивность для чего такая интенсивность для того чтобы встряхнуться если бы у нас был курс месяц да вот и реально ощущение шока я понимаю вы знаете я тоже себя поймала на этой мысли что мне бы хотелось наверное более комфортно психологически было бы вот этот материал проходить месяц там два месяца задание на три дня я бы так все размусолила раздумывала там подготавливать и презентации а в такой шокирующей обстановке это как все волной накрывает очередной волной как бы но с другой стороны ну наверное это более расшатывает я не знаю более расшатывать задача встряхнуть да и вот они поверите потом второй второй уровень мы уходим на месяц одно заня одно задание в день всего представляете у вас по всем задания а тут всего одну и вы начинаете думать включаетесь вот у нас пойдет туда всего десять человек поэтому вот люди вот кости вчера вы если вы смотрели прямой эфир до гости прошел его у нас ребята ребята сейчас уже на третьем они пошли на три месяца всего четыре человека мы потихоньку 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 заморачиваем задача чтобы вы начали думать вот это самая моя главная задача я уверен что вы с ней справились отлично спасибо огромное прямо огромное огромное спасибо вам что вы с нами спасибо так друзья ну просто фантастически марина вы меня прям зарядили эмоциями захотелось делать еще больше захотелось работать для вас еще больше так давайте пройдемся по заданиям вчерашние кстати если кто-то хочет еще поделиться своими эмоциями инсайтами просто напишите в комментарии я хочу я прямо сейчас вас выведу в эфир и вы просто всем скажете как вы переживаете эти моменты возможно что не хватает вот этого состояния поделиться через того что мы сейчас отдаем частичку себя миру вы друг друг вы в группе нам это это дает нам возможность чувствовать себя более защищенными вот поэтому друзья пожалуйста вот пишите я готов я хочу мы сейчас снова еще кого-то послушаем я сейчас пройдусь по заданиям вчерашнего дня расскажу вам что вас ждет в следующем дне кстати сегодня кто-то случайно попал на мой прямой эфир посвященный персональному бренду если для кого-то из вас тема персонального бренда актуальна пожалуйста в моем прямом эфире есть сейчас в инстаграме запись я сегодня скачаю выложу в youtube она тоже там будет итак открываем рабочую тетрадь на первом листе и там следующее ценности какие занятия чем имели для меня наибольшее значение и тут что мне нравится что не нравится речь идет не про ценности какие ценности вам нравится и не нравятся ценности они у вас есть у нас получается что не про ценности нравится и не нравится а про то что у нас мы берем предыдущий день наши ответы на вопросы что мне нравится делать жизни что не нравится по сути это ключик к вашим ценностям что нравится делать жизни это и есть ценности вопрос копнуть а что под этой под этим делом лежит какая ценность как что конкретно вам нравится почему вам это нравится что какую внутреннюю эмоцию затрагивает вот это ваше нравится а если вам что-то не нравится то вы переворачиваете в позитивную и говорить о а если бы она была такая позитивная то чтобы во мне внутри откликалась моя задача чтобы вы составили более широкий более объемный и более глубокий список ценностей соответственно то же самое получается про то что вы делаете для жизни что делаете на работе мечтать скажите мне поставьте сердечки или лайки у кого получилось сегодня пять минут помечтать и напишите в комментариях о чем вы помечтали мне очень интересно потому что я вчера так же как и вы вы же прекрасно я полностью проживаю этот курс вместе с вами вечером я правда сама сбился со всех своих режимов лег очень поздно но я вчера укладывая свою любимую дочку которая хочет заглянуть сюда к нам в прямой эфир ну давай заглядывай person Машей всем рукой. Значит, мы укладываемся спать, и думают, так, надо помечтать. Надо помечтать, надо помечтать, надо помечтать, надо помечтать, надо помечтать, и ничего не идет в голову. Думаю, ну что же такое? Ты же там других людей учишь. У тебя тут точно нужно по щелчку включаться. Нет. О, мечтаем о море. И я помечтал. И потом, когда ты выдохнул, когда ты расслабился, дал возможность прийти к тебе к твоему внутреннему я, чтобы тебе было от этого хорошо пришли мечты и мне было так классно и вот эти 5 минут я провел прям супер об отпуске на море, несмотря на что правильно и море это хорошо мечтайте, мечтайте продолжаем эту практику она вообще вот, я хочу чтобы эта практика стала навсегда вашей 5 минут в день мечтать, ну а я вам сделал сюрприз, я был бы не я если бы я не добавил вам сюрпризов и так 5 минут в день мечтать всегда, в любых вопросах, мечты, Павел путешествия летом, прекрасно про айсберг, да, путешествия летом на море, в Антарктиду на айсберг, который начинает таять Павел понял о чем я говорю, ну что дальше, зачем я здесь глубокий вопрос, очень важный вопрос, в моменте важно ответить, зачем я здесь, я вас вновь и вновь заставляю, ну побуждаю наверное так побуждаю, вот этот вот вопрос вытащите себя, что же является главным, главным, почему вы здесь зачем, чтобы решить свою задачу, вот например там одна из замечательных наших участниц, которая делилась со мной утром и в результате получила персональную сессию коучинга в фейсбуке мини коучинга личную, мы с ней говорили а вот я хочу быть сама собой а зачем и вот это вот поверхностные желания которые нам навязаны возможно даже извне кому-то, а вот знаете важно быть самим собой а вот важно выходить из зоны комфорта или что-то еще в общем, смотрите получается такая ситуация, что важно-то важно а вот понимание зачем вот главное вот это главная самая главная вещь зачем это все нужно делать поэтому вот моя цель помочь вам отправную точку найти знаете, еще раз вот если представить дерево растущее, большое, красивое корень вот есть такая как это называется ветвистая корневая система вот сейчас сын бы мне подсказал такая а есть такая, знаете где один корень глубокий такой уходит вниз так вот ваша цель найти вот этот корень который уходит туда глубину вниз и тащит за собой все оставшиеся проблемы поэтому моя задача вам помочь нащупать вот эти свои вещи которые помогают вам вернее не помогают вам а заставляют вас думать которые заставили вас прийти на этот курс которые сформулировали ваш запрос которые ну вот являются как бы как это сказать тем самым важным стержневая и мочковатая вот точно стержневая тем самым главным что не дает вам покоя а заставляет вас думать следующее задание мой эмоциональный интеллект мы вчера проговорили про эмоции вообще управление своими эмоциями управление гневом вот я вам дал несколько критериев такие как управление эмоциональный интеллект и оценить себя с точки зрения вот когда бы вы получили желаемый вопрос мне очень я предложил вам критерии и предложил вам их прошкалировать по десятибальной шкале где я сейчас где я хочу быть а самый главный ответ на вопрос который это именно то что вы получите в результате если для вас вы достигнете этого уровня вот это самое главное вот это по-моему на мой взгляд является вот это точно это очень хороший вопрос что я здесь делаю это точно вот дальше как я управляю своими эмоциями поработайте здесь мои дела слоны-лягушки как-то встречаюсь с финалисткой первого, второго и третьего уровней она мне говорит так у меня здесь список лягушки какие еще лягушки и я уже как бы то мы то живем в теле в теме а вот она говорит слушай ну как же ты забыл про свои лягушки и так я уверен что у нас сегодня тоже с лягушками было все хорошо мелкие дела которые могут стать большими проблемами в будущем со слонами понятнее декомпозируем берем маленькое дело раскачиваемся себя и погнали дальше парадигмы поведения вот точно да согласен парадигмы поведения почему я веду себя так почему я привык себя так вести почему я ролевые модели исполняю чьи-то ролевые модели моих мамы, папы моего мужа, моей жены чьи я ролевые модели почему я себя так и думаю я ли это на самом деле или нет я уверен что вы с этим всем поработали и смогли ответить на вопросы вопросы следующие а ищу ли я одобрение у окружающих это вот такой главный момент знаете многие финалисты предыдущих потоков говорили что именно этот вопрос ищу ли я одобрение у окружающих очень многих ставил в тупик и когда ты честно себе задаешь вопрос а вообще я себя веду так чтобы нравиться другим или я себя веду так потому что это я такой ну для меня прям это вот знаете важнейший момент вот еще очень важный момент стараюсь ли я скрыть свои недостатки и знаете очень важный момент вот если бы вот вы знали вот что вас будут любить и принимать несмотря на все ваши недостатки которые у вас есть изменилось ли бы ваше поведение изменилось ли ваше бы отношение изменилось ли ваш бы вот уровень глубины своего своей оценки своего поведения вот 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 про чужие сценарии роли так вот пожалуйста если для нас если наше поведение включает себя в модели в которых мы пытаемся скрыть свои недостатки чтобы кому-то понравиться чтобы кто-то нас за это любил то здесь вот надо серьезно с этим поработать нас любят вне зависимости от того есть у вас недостатки или нет и это самая главная глубокая вещь так вот Мариночка вижу представьте что так оно и есть поэтому не нужно скрывать в своем поведении недостатки которые у вас есть люди вас будут любить большинство людей 99% заняты самими собой не нами как бы нам этого не хотелось а именно самими собой поэтому пожалуйста подумайте об этом вот еще интересный вопрос так 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 сейчас я скажу а если бы вот вам не зависело мнение для вас другого пола о том как о вас думают другие люди другого пола изменилось ли бы ваше поведение что тогда как бы вы себя вели вот что бы вот ну что бы поменялось если бы от этого ну не зависело от обракетного вас внимания вот вы живете для себя вы это ваша вселенная да мы со всеми контактируем но в первую очередь внутри вселенной должен быть мир и покой порядок доброта и любовь к самому себе принимая самого себя мы становимся сильнее больше эмоционально то есть наша личность расправляется и вот он какой я смотрите если я кому-то не нравлюсь прекрасно это ваш выбор я вас люблю независимо от того что вы есть я всем разрешаю относиться ко мне так как вы хотите понимаете какой кайф от этого когда мы не начинаем не паримся с точки зрения того что же о нас подумают другие лет 20 назад изменилось бы сейчас нет понятно итак главная мысль дня всегда работаем очень важно чтобы оно у нас было свод анализ друзья скажите мне пожалуйста получилось или не получилось у вас поработать свод анализом поставьте мне лайки если получилось и напишите в комментариях не получилось я тогда сейчас пробегусь быстро по свод анализу надеюсь если вы четко вот ответите сделайте конкретный свод анализ по карьере про бизнесу или про здоровье или про семья отношений или про финансы или про тот самый ответ зачем почему вы здесь и сделайте свод анализ вопросов вообще не будет я вам дал столько много вопросов что они запускают ваше мышление что вам просто нужно отвечать и получать результат чуть-чуть переделали вопрос и все и все хорошо да сильные стороны звонок другу сегодня я получил не поверите несколько сообщений и мне пришлось реально отписывать человеку что он думал какие его сильные или стороны или стороны и зоны его развития я уверен что вы получили много инсайтов я знаю что вот Влад здесь Влад пожалуйста если тебе не трудно если тебе удобно поделись инсайтами я точно знаю что ты делал эту практику и что наши товарищи тебе сказали о твоих мыслях я был бы очень признателен если бы ты вышел с качественным инсайтом пожалуйста если ты не можешь включить видео то включи звук поделись с нами о том как у тебя происходил вот этот вот процесс получения обратной связи от тех людей которых ты спросил это важный важный очень момент получить информацию от людей которые готовы с вами поделиться искренне поделиться и еще кстати знаете чем отличается был такой вопрос а можно ли в совет директоров позвать каких-то специалистов психологов и всех остальных я говорю не-не-не-не я сказал совет директоров о отлично Владислав привет я очень рад тебя видеть привет дорогой я на фоне окна нормально отлично любой фон ты сам по себе прекрасный поэтому скажи пожалуйста как ты чувств что ты чувствовал когда ты получал обратную связь от близких тебе людей всем привет чувство удовлетворения я получил на мой взгляд ту картинку которую в общем-то я и ожидал мне очень понравилось что акцент был сделан не на те качества которые мы описываем как хорошие позитивные а те качества которые мы говорим что с возможностями роста слабые стороны и я был поражен насколько глубоко знают те люди с которыми я работал сейчас дружу я им очень благодарен спасибо тебе огромное твои пару может быть каких-то инсайтов от нашего курса уже третий день сегодня четвертая сессия очень-очень здорово это во-первых подгоняет во-вторых позволяет больше спланировать свою работу потому что ты понимаешь что тебе нужно какое-то время потратить на себя значит ты должен быть эффективен в тех делах которые ты запланировал на работе поэтому наверное здесь решается двойная задача с одной стороны ты как-то пытаешься эффективно в себе разобраться а с другой стороны ты на работе становишься эффективнее ну во всяком случае быстрее может быть не лучше но быстрее делаешь то что тебе нужно делать каждый день спасибо тебе большое буквально один вопрос помнишь тот наш разговор перед началом курса конечно помню жестко очень скажи пожалуйста скажи пожалуйста вот если бы ты тогда не принял то решение сейчас бы ты понимая то что здесь есть внутри жалел бы об этом если бы узнал ну я на самом деле и тогда глубоко сомневался в своем решении и я понимаю прекрасно что если бы я тогда ушел да я в этот же момент в этот же день понимал что я проявил бы слабость какую-то потому что ну всегда можно найти причину чтобы не сделать вот найти способ чтобы сделать это ну намного сложнее на мой взгляд спасибо тебе огромное я невероятно рад что ты с вами спасибо большая ответственность выйти в эфир тебя люди слушают смотрят спасибо извините пока да спасибо пока какой смотрите у нас какое открытие получается сессии просто бомба и мне это вот прям очень нравится так ладно пока у нас подключение идет зоны развития угрозы все это мы с вами проработали окно возможностей пожалуйста если вдруг не сделали не успеваете сконцентрируйтесь пройдитесь по сильным сторонам пройдитесь по возможностям сделайте вот эти возможности и и чтобы у вас было все хорошо Света Горелик если у тебя есть возможность там пару слов нам сказать в эфире я буду очень рад тебе напиши мне что я готова и буду тебя под выгоду в эфир и так дальше у каждый день в рабочей тетради есть такой слайд вспышка очевидного озарения я очень хочу чтобы вы в этом писали какие-то свои инсайты свои но понимаете когда вы не выражаете вещи которые с вами происходят они остаются где-то там как только как только я вот как только вы видите что у вас что-то происходит надо это рассказывать и вы тогда погружаете на следующий уровень подняли пласт и дальше подняли пласт и дальше именно за этим я вас сейчас отправляю в фейсбук смотреть обучающее видео у нас сейчас четвертая сессия заходите прямо в это мероприятие в это мероприятие у нас видео и это видео смотрим длина этого видео сейчас я вам скажу сколько давайте в 10 в 22 10 22 10 10 10 10 10 22 10 я жду вас снова на закрытии дня и мы проговорим про эти дни погнали в фейсбук